Привет, друзья! Меня зовут Дарья, я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал ДериАрт, рисовать может каждый. Выходит первый урок нашего марафона «Краски лета», где мы пробуем смешанную технику, используем такие интересные материалы, как акварель и гуашь, создаем очень глубокий пейзаж с цветами, который нам напоминает, что пришла весна и совсем скоро наступит лето. Я уверен, что данный сюжет вас вдохновил на творчество, и вы уже с нетерпением ждете момента, когда мы приступим к созданию такого классного пейзажа. Подробный список материалов вы найдете в описании к данному видео, также вы там найдете нужную информацию о конкурсе. Ведь в конце марафона по итогу всех трех уроков у вас есть возможность выиграть классные призы от меня и от нашего спонсора Бренда Малевич. Не упустите возможность не только создать классные сюжеты, но и попытать вашу удачу и выиграть приз. Для этого не забывайте делиться вашим результатом по данному уроку в соцсетях ВКонтакте, Телеграм, соцсеть с картинками. Выбирайте удобную, либо используйте сразу три. Вся нужная информация и ссылки, повторюсь, есть в описании к данному видео. Проходите, смотрите. Ну а на этом я больше не буду затягивать. Давайте приступим к творчеству. Начинаем с карандашной разметки. Нам нужно с вами изначально скомпоновать все объемы для того, чтобы наш пейзаж получился максимально глубоким и, конечно же, гармоничным. Изначально отметим примерно край поля. Объем самого широкого дерева слева примерно наметим, как оно уходит сюда. Влево его край. Вдалеке справа у нас еще находится объем достаточно массивных деревьев. Тут интересный момент с положением крест-накрест. А остальные деревья мы можем уже отметить непосредственно цветом. Дальше в нижней части, опять же, нам не нужно прорисовывать каждый цветок. Наша задача в противовес к левой верхней части показать, что вот здесь вот внизу справа у нас будут находиться крупные цветы. То есть примерно нашли овальчик и дальше уточним объем цветочков небольшими такими капельками. Опять же, точная рисовка не нужна. Примерно стебельки. Этого достаточно. И дальше, проходя по объему, мы небольшими овальчиками объем цветов размечаем. Чем дальше, тем цветы становятся по объему меньше. Сделали. На самом деле у нас очень такая условная разметка. И мы можем уже переходить к цвету. Начнем работать с дальним планом. Клячкой можно убрать лишние линии и перейти к цвету. Первый этап у нас акварельный. Крупной кистью мы можем смочить дальний план. И дальше по желанию. Насколько вы захотите сделать ярким небо, можно немножко вписать лимонную в верхний правый угол. можно добавить и розовые ноты, если есть такое желание. Можно добавить голубые ноты. Тоже по желанию. У нас смысл в том, что вот это вот ощущение, что объем неба у нас становится чуть темнее именно справа, создаем. То есть, точнее, слева создаем. Слева делаем небо темнее. Ну, достаточно. Пусть оно высыхает и как раз пока оно сохнет, мы можем отметить самый дальний объем какого-то холма. Возможно, это ряд леса. Мы берем охру. В охру добавим немножко фиолетовой. Таким коричневатым цветом добавляем вот эту вот линию дальнего холма либо деревьев. Сделали. Далее. Опять же, в этот момент у нас лист постоянно подсыхает и уже не дает такую яркую растяжку, как у нас получилось на небе. Опять же, можно подождать чуть-чуть, чтобы лист еще лучше подсох, схватился объем и мы начнем добавлять объем невысоких деревьев, которые находятся в самом-самом далеке. В основу мы берем тот же замес фиолетовый и охра. Можно взять любую кисточку с тонким кончиком. Главное, чтобы вам было удобно работать. Либо взять тонкую кисть, либо сделать все одной кистью. И мы начинаем силуэт каких-то деревьев на дальнем плане с вами создавать. Делаем их разной высоты, но смысл в том, что они все местами чуть выше, местами на середине неба. Дальше мы используем эту же кисть. Так как эти деревья находятся очень-очень далеко, мы их не видим. Кисточку можно вот так вот по литру растукать, чтобы она стала пушистая. И вот этим краем пушистым мы проходимся и затыкиваем верхний объем деревьев для того, чтобы показать какую-то крону, объем веток, неровности. сделали. Все немножко растеклось, и это нам на руку, потому что данные деревья, они силуэтно будут видеться сквозь деревья, которые мы добавим далее. Теперь нам нужно, чтобы небо подсохло прям получше. Здесь можно сделать паузу, чтобы добавлять следующий ряд деревьев. Замес мы уже делаем немножко другой. здесь появляется объем деревьев поконтрастнее, и данные деревья уходят за пределы листа. Мы можем в основу взять не ухру, а коричневый цвет, умбру натуральную, умбру жженную, ну и также добавляем фиолетовый. У нас получается темный цвет, который отлично подходит для деревьев. И мы отмечаем следующий ряд деревьев, точно так же, прорабатываем объем веточки таким образом. Следующий ряд деревьев. Фишка в том, что этот ряд деревьев уже уходят за пределы листа. они уже высокие и всю их высоту мы своим зрением не видим. Мелкие ветки добавляем. отлично. и за счет появления нового ряда деревьев дальние ушли назад и для нас это какой-то даже объем туманный за счет растекания акварели получился. отлично продолжим продолжим мы уже можем добавлять объем травы объем цветов намек на цветы и следующий ряд последний ряд деревьев для этого мы наберем зеленый цвет и добавляем в этот же коричнево фиолетовый зеленый должен быть приглушенным цветом не ярким самый яркий зеленый вот на первом плане и этим цветом мы с вами выводим линию поля поднимаем и здесь в промежутках мы можем оставлять белые пятна которые как бы потом нам будут обозначать место цветов закрыли дальний план и теперь начнем добавлять финальные деревья следующий ряд для этого мы берем зеленый цвет в него добавляем фиолетовый у нас получается такой красивый темно-серый цвет этим цветом добавляем объем деревьев то есть тут одно большое дерево у нас находится слева слева и с правой стороны также добавляем деревья которые впереди и добавляем тень от деревьев которые уходят влево в одного дерева вытягиваем тень и у двух остальных также я не вытягиваем так достаточно условно добавляем отлично далее нам нужно показать теневую сторону у деревьев набираем больше фиолетовый чуть меньше зеленый и данным цветом у каждого дерева показываем что теневая сторона левая далее продолжим отмечать объем поляны выбираем зеленую добавляем побольше воды и с большим количеством воды все закроем зеленым наша задача чтобы лист был влажный и мы смогли с вами работать именно по сырой бумаге и пока бумага не высохла продолжаем работу набираем коричневый и расставляем коричневым цветом пятна земли чем дальше тем меньше мы данных пятен видим чем ближе к нам тем они больше это важно делать по сырой бумаге чтобы получились красивые растяжки набираем фиолетовый цвет и фиолетовым цветом примерно где у нас будут фиолетовые цветы расставляем пятнышки опять же по сырой бумаге может если бумага будет сухая то красивой растяжки не получится отлично у нас с вами получилась очень классная основа под гуашь и на данном этапе нам нужно ждать когда объем здесь полностью просохнет и мы доработаем изображение уже гуашью поэтому делаем перерыв и встречаемся и продолжаем работу по сухой основе нравится рисовать моей компании но хочется более подробные уроки без ускорения и врезаний тогда мой творческий клуб на бусте это то что вам нужно обязательно заглядывайте там вас ждет огромная коллекция видео уроков на разные материалы и конечно же на разные сюжеты творческий клуб deriart это море вдохновения акрил акварель гуашь маркеры пастель масло вы можете найти огромное количество всевозможных сюжетов и нарисовать их в моей компании обязательно проходите в описании по данным видео вся подробная информация про мой творческий клуб на бусте есть там продолжим проработку сюжета уже гуашью набираем коричневый цвет мы добавляем немножко зеленый и белил то есть тут уже цвет мы делаем такой более плотный нежели акварель и наша задача добавить цвет на деревья с правой стороны небольшими мазочками проходимся высветляем объем большой рельеф добавляем отлично и дальше чтобы подчеркнуть свечение солнышко возьмем немножко желтый в этот же цвет добавим небольшой такой отблеск по правой стороне деревьев дальше продолжим работу и доработаем объем травы на дальнем плане а также доработаем объем цветов набираем зеленую можно здесь рядышком в этот же цвет коричневые остатки и начинаем мазочками объем травы закрывать причем закрываем небольшое количество участков нам просто нужна небольшая такая плотность в объеме травы чтобы вот эта вот линия хорошо перекрывала край дальних деревьев чтобы было ощущение что они за данным холмом находятся дальше этим же цветом мы проходимся по краю каждого дерева и уже вертикальными мазочками намек на траву которая прикрывает объем коры дерева внизу добавляем и продолжаем заполнить пространство травы небольшими мазочками уже горизонтальными дальше продолжим работу есть мы уже в зеленый добавляем больше желтой и уже более ярким цветом продолжаем мелкими мазками закрывать объем травки пока останавливаемся на дальней полосе и теперь переходим к добавлению объема цветов кисть моем выбираем белый цвет в него я добавлю у меня есть такой светлый сиреневый цвет возьму в основу его вы можете добавить просто фиолетовый и этим цветом мелкими мазочками на светлых участках которые у нас составлены на траве мы добавляем намек на цветы причем делаем это не горизонтальными мазочками а мелкими вертикальными как точечки чтобы рельеф немножко отличался от травы это позволит разной текстурой мазка показать разный объем предметов в нашем случае разница травы и цветов таким образом расставляем объем цветных участков далее продолжаем делать то же самое но уже открытым белым цветом точно так же мелкими вертикальными мазочками закрываем оставшиеся участки отлично далее этим же белым цветом проставляем плики по правому краю у деревьев отлично далее мы будем продолжать прорабатывать объем полянки здесь нам нужно уже показать что трава и цветы стали чуть крупнее и ближе к нам поэтому характер мазков и проработки у нас поменяется возвращаемся к зеленому цвету можно сделать зеленее добавить больше зеленого и следующий участок траву мы уже прорабатываем с вами мелкими мазками вертикальными таким образом полностью центр листа закроем обратите внимание что объем травы мы прорабатываем только на светлых участках там где у нас идут падающие тени мы не траву не цветы не добавляем далее добавляем зеленый желтый делаем цвета ярче и продолжаем отмечать травинки отлично дальше будем добавлять объем цветов возьмем белый светло фиолетовый и здесь уже мазки мы ставим капелькой так как форма у цветов объемно сверху на тонкой ножки поэтому мы ставим мазочки именно капелькой чтобы крупный верхний объем читался и можно делать их задом наперёд контролировать нажимом получались капельки дальше то же самое повторяем уже белым цветом письмо и набираем белый цвет и продолжаем капельками добавлять объем цветов отлично у нас получилось уже достаточно живая полянка мы продолжим работу уже с первым планом и здесь у нас уже пойдет объем цветов крупнее конечно же и также мы увидим и объем травки поточнее начинаем зеленый также добавляем больше зеленый начинаем добавлять объем травы причем здесь мы ее делаем пучками кусками и достаточно вытянутой формы спутанную травку таким образом редкими травинками нам нужно проработать весь первый план далее в цвет добавляем больше желтый и продолжаем добавлять объем травинок теперь продолжим работу и отметим объем цветов точно там же начинаем с белой фиолетовой и здесь мы уже крупными мазками начинаем формировать цветы каплями уходит в одну ножку и далее уже на самом первом плане мы делаем самые крупные цветы отлично далее то самое делаем белым цветом точнее цветы и на первом плане также уточняем цветы отлично далее уточним стыки тени для этого берем этот светло-фиолетовый без белья и в центре цветочков усиливаем тени небольшой контур форму цветов уточним далее для того чтобы контрастно вывести первый план нам нужно затемнить объем земли поэтому здесь набираем остатки зеленого коричневого здесь на контрасте темним объем земли перед нами тем самым выделяем цветы перед нами уточняем их контур темним объем земли то есть здесь травинки мы потом еще поверх уточним но добавляя землю объем мазка делаем не идеальным неровным поднимаясь выше местами между цветов и травинок тоже можно местами затемнить объем и что это нам дает это нам дает более контрастный насыщенный первый план он вышел автоматически вперед остается не так много мы возвращаемся к зеленой желтой уточним травинки а в зеленый добавляем белый и более светлым цветом продолжаем уточнять травинки далее уточним еще раз цветы белым цветом усилим цвет и контур делали далее этим белым цветом также далеке еще пройдемся некоторые цветы уточним отлично далее остатками светло-зеленого цветом добавляем ножки ножки супер оранжевым цветом отмечаем тычинки цвет по фиолетовым фиолетовый с беременами еще немножечко уточним объем лепестков и немножко нужно усилить стык с поверхностью у данных цветков у данных цветов коричневый плюс фиолетовая нужна именно темно-фиолетовая коричневый темный цвет вот этот вот стык уточним можно вот в этих промежутках какой-то рельеф на земле добавить отлично далее разбудим этот фиолетово-коричневый цвет водичкой добавляем немножко зеленый наша задача сейчас пройтись по теням от деревьев падающим и там тоже добавить какой-то намек на зелень какой-то намек на рельеф травинок просто они становятся темными то есть не должно быть ощущение какой-то выжженной земли и все-таки объемчик хоть и теневой но рельеф есть вот мы с вами показываем чем дальше тень от деревьев тем делаем ее чуть светлее добавляем белье и намек на какие-то цветочки тоже носками в тенях добавляем прекрасно тем же цветом можно какой-то рельеф в земле добавить остатками темно-коричневого тоже под травинками где-то на первом плане можно добавлять тень стык травы с поверхностью вы большие молодцы что порисовали со мной уверена что данный способ данная смешанная техника подарила вам новые возможности и вы с удовольствием со мной порисовали и создали такой глубокий пейзаж обязательно поделитесь вашим впечатлением в комментариях понравилось ли вам использовать разные материалы в одной работе и увидели ли вы в этом какие-то новые технические возможности мне будет интересно почитать ну и конечно же напомню про конкурс не забывайте сфотографировать ваш результат и выложить в соц сетях вконтакте telegram соц сеть с картинками выбирайте одну либо несколько и участвуйте везде ведь у вас есть возможность выиграть классные призы от меня и от нашего спонсора бренда малевич ну и конечно же не забывайте поставить лайк этому видео подписаться на мой youtube канал и конечно же продолжать творить в моей компании ну а мы с вами увидимся уже во втором уроке марафона краски лета помните что рисовать может каждый с вами была Дарья пока-пока-пока-пока